Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Всегда ли тщеславие грех? Как быть художником и другим творческим людям? Очень сложный вопрос. У меня нет на него окончательного ответа, но тщеславие грех всегда. Как вы можете искать славы Божией, если вы ищете славы человеческой? Спрашивает Господь у книжников-фарисеев, показывая, что одно и другое несовместимо. Может быть, в тишине кроткого, смиренного сердца художника похвалы, когда они уязвляют и склоняют человека к тщеславию, гордыне, должны реализовываться в молитву благодарности Богу. Господи, я рисую твою красоту. Я через это пытаюсь проповедовать. Когда люди говорят мне, какой прекрасный пейзаж, это потому что ты дал мне такие глаза, которые могут видеть твою такую природу. А это может очень много. Я вспоминаю, как я стоял и смотрел на людей, выходящих со знаменитой выставки Левитана, которая была в большом здании Московской Третьяковской галереи. Люди выходили оттуда со светящимся взором. Это удивительный человек, который проповедовал о красоте Божьего мира через пейзаж. С выставки Серова, которая была через год после этого, никто не выходил с таким взглядом. Потому что душа Левитана славила Бога. И он был погружен в эту красоту. Поэтому это возможно. А вот когда художник считает, что его творческие данные являются индульгенцией, он поэтому может быть пьяницей, блудником, бросать жен с детьми и поступать как угодно, потому что талант все оправдывает. Конечно, такой человек ничего подобного не сотворить никогда. Может быть, это будет интересно подобным же людям, но красоты в этом Божьем не будет. Когда пророк Давид восклицает, Господь воцарился и облегся в лепоту, то есть в красоту, вот он говорит о том мире, который должен проповедовать художник, настоящий художник, который славит Творца всего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.